Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Что является решающим фактором в оценке любой шахматной позиции? Конечно, безопасность королей. Но чем опытнее становится шахматист, тем больше он начинает ценить другие факторы. Например, такие как слабости в пешечном расположении соперника. Атака может не пройти, а в эншпиле слабая пешка может оказаться решающим фактором оценки положения. Сегодня мы с вами рассмотрим очень интересную партию, которая была сыграна на мемориале Ефима Геллера в Одессе в 2005 году. Это были быстрые шахматы. Белыми играл известный украинский гроссмейстер Юрий Дроздовский. Ну а его коллега и соотечественник Руслан Пономарев играл черными. В этом поединке произошло столкновение оценочных факторов. С одной стороны отсталая пешка черных в центре, с другой опасная атака на белого короля. Д4 пошел Дроздовский, конь Ф6 в ответ. Ц4 Е6, конь Ф3, Б6 и А3. Соперники разыграли систему Петросяна в новоиндийской защите. Слон Б7 играет Руслан Пономарев. Конь Ц3, Д5, слон Ж5, слон Е7. Е3, два нуля, ладья Ц1 и Ц5. Происходит размен в центре, также размен чернопольных слонов. Взятие на Д5, ЕД, слон Е2, конь Д7. И после размена на Ц5 получилась типовая позиция с висячими пешками. Два нуля, конь Ф6, ферзь Ц2, нападая на Ц5. Защита, ладья ФД1 и конь Е4. Белые играют конь Д2, борются против коня соперника. Но Пономарев ставит пешку на Ф5. Руслан Пономарев показывает, что на Е4 готов забрать пешкой Ф и вскрыть свою ладью для атаки на белого короля. Юрий Дроздовский принципиально забирает на Е4, ФЕ, слон Ж4 и ладья Ц7. Следует фланговый подрыв пешечной структуры черных. И Руслан Пономарев играет Ц4. Получился вот такой статичный пешечный треугольник в центре. С одной стороны, у черных перспективная проходная пешка Ц4. С другой, отсталая пешка Д5, которая постоянно будет требовать защиты со стороны фигур. Но не будем забывать и о третьей пешке, Е4, которая, как уже было сказано раньше, дала возможность ладье прямой наводкой стрелять по крепости белого короля. Что же окажется более весомым? Возможность активизации черных на королевском фланге? Либо атака белых на слабость Д5. Ферзь Ц3 играет Дроздовский. Король Аш8, ладья Д2, ферзь Ж5, нападая на слона, защита и снова атака. Слон отходит на заранее заготовленное поле Д1, слон Ц8. Это критическая позиция данной партии. Положение примерно равное. Но здесь, для поддержания равенства, Дроздовскому нужно было найти очень активный ход пешкой. Ему нужно было пожертвовать пешку на Аш4. Естественно, эта жертва временная. С одной стороны мы тревожим ферзя для того, чтобы лишить пешку Д5 защиты. С другой, пытаемся активизировать своего ферзя. После взятия на Аш4 следует не немедленное взятие на Д5, там проседает пешка Ф2, а ферзь Е5, это двойной удар. И после ладья Д7, взятие на Аш5, переход в равное окончание. Но вместо того, чтобы сыграть активно Аш4, Дроздовский сделал профилактический ход король Аш2, который явился серьезной потерей времени. Руслан Пономарев начинает сокрушительную атаку на королевском фланге. Он играет ладья Ц, Ф7 и после ладья Ц, Ц2 ставит ладью на Ф6. Угроза ладья Ж6, ферзь Ж2 очень опасна. Добавьте к этому возможность продвижения пешки на Аш4, в определенный момент жертву на Аш3, и вы поймете, что от белых, для того, чтобы не получить моментальный мат, требуются активные и весьма рискованные действия. Сыграл Дроздовский Ф4 и после взятия забрал слоном. Кажется, что белые напали на Д5 и сейчас перехватят инициативу. Но, конечно, в этом положении Руслан Пономарев осуществил напрашивающуюся жертву качества. Он забрал на Ф3 и после взятия скушал ладьей. Угрожает прежде всего не Ферзь Ж3, а мат ладья Аш3. Поэтому белые вынуждены играть ладья Ж2 и черные продолжают атаку, собирая по пути пешки белых. Ладья Аш3, король Ж1, слон Ж4. Ладья ЦФ2 и взятие на Е3. Ферзь Д2 и Ферзь Е5. Посмотрите, у черных уже три пешки за качество, причем в распоряжении Руслана Пономарева целых четыре проходных. Белые пытаются активизировать свои фигуры. Ладья Ф8, шах, король Аш7. Снова шах, Ж6. Шах ладьей, король Аш6. Шахи у белых закончились. Пытается Юрий Дроздовский работать на связке, но и этот тактический элемент позиции вскоре улетучивается. Ж5 сыграл Пономарев. Ферзь Ф1, ладья Е1, ладья Ф6. В этом положении происходит размен ладей. Взятие и берем на Е1. Черные переводят слона на центральное поле Е4. Слон Ф3, ладья Ж3, Аш4, ладья Аш3, слон Е4. Конечно, под прикрытием такой мощнейшей фигуры, черным ничего не страшно. Ферзь Е3. Создается угроза взятия на Аш4, но, конечно, король Ж6. Ладья Аш2. Белые пытаются активизировать ладью, но серией ударов Пономарев решает партию в свою пользу. Он дает шаг ферзьем, двигает вперед проходную пешку, ферзь Е2, С2, ферзь А6, предсмертный шаг и шаг в ответ. В этом безнадежном для себя положении Юрий Дроздовский сдался. Вот такая очень интересная принципиальная схватка двух сильных украинских гроссмейстеров. Руслан Пономарев сделал ставку на атаку на вражеского короля и не прогадал. У Дроздовского был шанс уравнять положение, но все-таки для успешной защиты требовалась активная игра. А Юрий Дроздовский, видимо, настроился изначально на пассивную защиту, а в момент, когда нужно было проявить активность, его позиция уже была безнадежна. Надеюсь, что данная партия оказалась прежде всего для вас поучительной, интересной в плане стратегии развития игры. В этом случае не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за внимание. До свидания.